Мы находимся на городском пляже города Якутска, где проходят профилактические рейды всех заинтересованных служб. Это служба спасения, МЧС, ГИМС, администрация города Якутска и других. Это особенно актуально, так как с начала этого года произошло уже несколько трагических случаев на воде. Как это происходит и зачем это надо? Давайте разберемся. Мы ежегодно подготавливаем и сдаем ряд анализов и мероприятий, которые позволяют официально открыть пляж. В этом году мы открыли пляж с 30 июня 2023 года, то есть получили заключение со всех надзорных органов, таких как ГИМС МЧС России, Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии. Сколько есть спасателей и удобства? Так, ежегодно на территории городского пляжа мы обустраиваем 2 спасательных вышки с комплектацией спасателей. То есть в этом году у нас 8 спасателей работают, также и присутствует нововведение. Это администраторы, которые у нас следят полностью за обустройством и содержанием городского пляжа. Также ежегодно мы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами обустраиваем здесь 4 биотуалета, 2 рукомойника, а также краны для мытья рук и ног. Пьяные не ходят? Ну, конечно, не без этого, но для обеспечения безопасности и как раз-таки для регулирования и контроля со стороны окружной администрации и нашего предприятия, мы ежегодно ставим охрану ЧОП для обеспечения правопорядка, которые у нас, получается, отсекают пьяных и лиц, которые пытаются пронести алкогольные напитки на территории городского пляжа. Ежедневно проводим мероприятия по профилактическим беседам с населением по поводу безопасности на воде. Сейчас у нас в данный момент происходит акция «Безопасная вода». В целях этих безопасностей являются профилактические беседы с населением, как правило себя вести на воде. Особенно внимание уделяем детям, потому что дети – это самое важное, что у нас на данный момент есть. Обычно у нас дети приходят без родителей, проводим с ними фактические мероприятия. Если слишком маленькие дети, вызываем сотрудников ПДН до дальнейшего разбирательства, до передачи детей к родителям. Обязательное правило – это не заходите, пожалуйста, в воду в алкогольном состоянии. У нас в городе Якутск на данный момент в районе 12-го, 13-го микрорайона произошло два настоящих случая гибели людей и три случая. Ну, благо, что они обошлись. Получается, люди зашли два в алкогольном состоянии, потеряли сознание. Граждане увидели, оказали им первую помощь и одну помощь оказали сотрудники медслужбы. Но в основном, в частности, это дети у нас заплывают без каких-либо нагрудных жилетов, без нарукавников, не умеющие плавать. Родители не смотрят, не обращают внимания на это. И в целом ребенок отходит в сторону, может произойти сейчас случай. Сейчас мы узнаем, что нужно предпринимать в случае обнаружения какого-либо ЧП на воде, когда человек, может, у него ноги свело или что-то такое происходит. Итак, какие наши действия? Если, допустим, вы увидели утопающего человека на водном объекте, да, видите, что человек начинает уходить, погружаться в воду, уныривать. Первым действием, что мы делаем? Если мы сами можем оказать ему первую помощь, да, вытащить человека из воды, то заплываем, постараться обхватить человека с задней стороны, потому что когда человек начинает уходить, ну, как бы, за шею так взяли, обхватили его и потихонечку тянем ближе к берегу. Если человек начинает вас обратно утаскивать за собой, да, попытаться человека маленько приглушить, ну, как бы это сделать там, чтобы он, имеется в виду, чтобы человек маленько успокоился, пришел с себя, что мы делаем? Как мы его обхватили, вытащили на берег, все, да, положили его. Вот, вытащили его, парня. Ага, вот, допустим, ну, представим, что вот человека вытащили, да, приподняли ему маленько шею чуть-чуть, да, чтобы, ну, чуть-чуть, ну, как бы-то так, да, как бы, получается, и делаем 30 ударов. Ну, сначала, в первую очередь, конечно, проверили пульс, есть ли пульс у человека. Если пульс есть, то пытаемся ему 30 ударов качков в грудную клетку, но, опять же, рассчитываем свою массу, потому что можно сломать ему, ну, грудную клетку, вот, понял, да. Если не получается, попробовать дох-выдох, и так и пытаемся. Если все пошло, то маленько приподнимаем, переворачиваем его на бок, чтобы лишняя вода вышла, и после этого вызываем, ну, как бы, скорую помощь, да, для дальнейшего передачи в отделение РБ. Ну, то есть, в первую очередь нужно, чтобы из него вышла вся жидкость. А, вот это вот, целоваться не надо? Да, ну, нет, да, вы можете, ну, как бы, как сказать вам, ну, ладно, может, это пропустим. Ну, то есть, дыхание из рот в рот, это что, это вот как это делать? Не, ну, в рот в рот можно же, как бы, руку подставить, да, ну, конечно, если можете уже, как вы сотрудник же МЧС, правильно, здесь ничего такого нету, как бы. Не, ну, это понятно, если профессионал. Да, профессионал. Ага. Как тебя зовут? Джу. Спасибо. Во-первых, не надо злоупотреблять спиртными напитками, так как состояние алкогольного опьянения происходит, вот, всякие чрезвычайные ситуации. Помимо этого, существует ответственность нахождения в городском пляже, состояние алкогольного опьянения могут привлечь по нахождению состояния алкогольного опьянения в общественном месте. Главное запомнить, что от вашего поведения зависит жизнь и ваше здоровье. А знаете ли вы правила поведения на воде? Ну, конечно, знаю. Какие, например? Ну, не толкаться, в глубину не ходить. Правильно, да? Все, думаю, самое главное. Что еще? Ну, следить за детьми. Ну, это обязательно, я поэтому и сижу, смотрю за детьми. Ну, за Букини заплывать. В алкогольном состоянии воду не ходить. Ну, и смотреть за детьми. Еще говорили, что нельзя трогать вот эти штуки. Хорошо, спасибо. Еще бы такая рекомендация, чтобы курящих поменьше было. Ага. Кухой давай. Удар, баппинас, агальдует. О правилах поведения на воде, биратта. О, гоппуладе. Гоппуладе. О, тапсигит, пожалуйста. Сейчас подойдут сотрудники и все расскажут. А что, а что мне дарит? Вот так. Знаете ли вы о правилах поведения на воде? На воде поведения? Например, какие? Главное, далеко не отплывать и все. Хорошо. Конечно, знаем. Далеко не надо заплывать. Еще. Ну вот, есть и же ограничения. Ага. Вот, за них нельзя. Не баловаться. Не нырят. Я не иду глубоко. Вы уже искупались? Нет, только пришли. Отлично. Знаете ли вы правила поведения на воде? Конечно, круги. Не заплывать за буйки. Все, спасатели вон плавают. Какие еще? Отлично. Следить за детьми главное. Да, конечно. Вы сейчас находите с того, кто знает. Вот, рубик, знаете, да? Вода это сам. Что здесь, расскажут. Опасный. Да, является. В общем, это в данный случай. Поскольку вам летит, я надеюсь, что у вас уже возраст, да? Сидите, далеко не заплывайте. Хорошо? Перебивите себя. И извините, я вам плачу на коленях. Хорошо? Хорошо. Спасибо за внимание. Продолжение следует...